Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсуновский, школа Бовсуновского. Итак, дорогие друзья, курс 12. Создание... Значит, мы продолжаем работать с блогом. Значит, создание формы из модели, дописываемое представление, вставление шаблона. Но суть не в том. Значит, моя задача, которую я перед собой ставил, было в данном курсе, это рассказать Related Name. Посмотрите курс, очень много уроков. Курс немножко необычный. Поэтому я вас попрошу его смотреть полностью, спокойно проделывая и осознавая. Почему? Потому что такую вещь, как Related Name, не всегда люди понимают, не всегда правильно используют. На самом деле мы рассмотрели в данном случае очень подробно, но немножко необычным образом. Понимаете, я рассказывал, что происходит внутри модели, но в конце мы расставили точки именно в представлении. Двигались черепашьими шагами, чтобы каждый понял. И надеюсь, что объяснение мое поможет вам использовать данный параметр Related Name, связанное имя модели, внутри любых моделей. Что мы вообще должны были получить? Ну, тут с блогом, который мы пишем, здесь все понятно. Мы с вами создали форму из моделей. Это у нас не составило труда. Потом дописали представление и дописали шаблоны. В итоге мы получили количество комментариев, сами комментарии и форму для добавления. Дальше добавляйте сюда, как мы учились ранее, редактор, и будет добавление комментариев. Но тема намного шире, чем казалось бы. Именно поэтому, если честно, я не прибегал к этой методике, пришлось подойти к ней первый раз. То есть, по сути дела, все уроки мы рассматривали, что происходит внутри модели. Именно с параметром Related Name. Почему это важно? Потому что то, к чему мы привыкли, обычным выборкам джанга, здесь все немножко по-другому. Но я не раз заострял ваше внимание, что понимание Related Name вам даст очень многое. И легко писать код, ну, например, ну, представьте, вы пишите код для сайта там по аренде, по квартирам, да. Используя вот этот параметр правильно, вы совершенно легко напишите представление, что, допустим, вот у вас есть квартиры, продана такая-то, продана такая-то, вывести только непроданные квартиры, или вывести, которые не проданы в каком-то районе. Или так же, как правильно сказать, так же понимание Related Name даст вам возможность написать такие вещи сложные. Ну, например, там описываете парк такси, машины на ремонте вывести, машины не на ремонте. По сути дела, то, что я рассказывал, если джанга, используя джанга, мы просто выбираем там данные с модели, то использование связанного имени, именно так переводится Related Name, нам дает возможность выбирать записи. Вот, например, грубо говоря, у нас есть запись Post, да, которая ссылается, ключ многие к одному. Ну, то есть, я просто рассказываю, что должно происходить, но это не есть урок понимания, так как это только общая информация. Так, ну где наш блог? То есть, учитывая, что будут совсем новички смотреть, мы-то писали комментарии. То есть, смотрите, смысл. Вот у нас есть 4NK на модель Post, на другую, многие к одному. То есть, по сути дела, внутри админки это выглядит следующим образом. Мы ссылаемся при помощи ключа 4NK, грубо говоря, на какую-то из записи, конкретную запись, да. А дальше уже идут поля комментария. Но у нас есть поле из, то есть, активе. По сути дела, для нас оно значит, что комментарий виден пользователем. И в данном случае это у нас выражение поля BooleanField, то есть, булевого выражения, истинная или ложь. Так вот, правильное использование RelatedName дает возможность оперировать именно выборкой объектов внутри модели. Опираемся мы на, значит, модель какого-то конкретного поста, где у нас тот пост, да. Я говорю, к примеру. При этом комментарии привязываются к этой модели благодаря вот этому ключу 4NK. То есть, многие к одному, одна запись, а сюда может быть много комментариев. Но при этом мы оперируем также нашим полем, активе. То есть, грубо говоря, в данном случае мы выводим только комментарии, которые имеют значение активе, значит, истина. То есть, которые разрешены к публикации. У нас их в данном случае три. Это уникальная вещь. Многие про это даже не знают. Использование RelatedName они выбирают. Просто кто чуть-чуть хотя бы знает Жанга, то это уже начинается вот такая вот более глубокое понимание, как говорится, фантастика. Но это в данном случае, ребят, то я тут с Википедии просто скопировал, чтобы просто показать записи. Все, да, что есть запись. Но ведь вместо комментариев может быть абсолютно любое поле. Я же сказал, это могут быть квартиры, это могут быть абсолютно любые объекты. И выбирать мы можем там проданные, непроданные квартиры. Так вот, суть данного курса очень важна. То есть, да, с одной стороны, мы пишем совершенно простую вещь. Систему комментариев блога ручками. С другой стороны, нам важно сейчас понять глубокое, глубоко понять использование RelatedName, то есть связанного поля. И научиться его использовать. Поэтому я не зря написал. Код я весь дал курсе, но я не зря написал. Важно действительно проделать и словить себя на мысли, что вы понимаете, что происходит. Напишите 3-4 раза. Напишите осознанно. Ну, конечно, после просмотра курса. Почему это важно? Потому что далее мы пойдем рассматривать код, как создавать, допустим, социальные сети. И использование таких параметров, как в данном случае мы рассматривали RelatedName, уже не должно вызывать, даже у вас не должно вызывать мысли, чтобы над этим задумываться. Это должно быть на полном понимании, чтобы больше не отвлекаться. Я не зря перед тем, как разбирать код по созданию социальных сетей, решил более сложным немножко сделать блог, чтобы где-то глубже вникнуть. Далее, что еще в этом курсе мы сделали? В этом курсе, так как я смотрю по школе, пришлось по-новому пересказать создание в представлении именно форум, потому что вижу, хромает. Но не понимают люди, пишут, потому что так надо писать. Поэтому объяснил тотально каждую строчку. И также разобрали шаблоны. Что-то новое узнали. Но я еще раз говорю, что данный курс немножко необычный. Потому что необычность заключается в том, что все 10 уроков, но, по сути дела, когда мы рассматриваем где-то Related Name, я рассматриваю это не со стороны представления, а именно, что происходит в модели. Потому что, если бы я рассматривал только со стороны представления, это было бы сухо. Вот это используется, как, почему оно используется, как оно работает, было бы непонятно. Поэтому я думал, думал и пошел немножко с другой стороны, с которой, ну, раньше не использовал. Вообще рассказал, что в модели. Ну, потом по ходу мы разбирали формы, разбирали, но в конце мы поставили точку. То есть вернулись к представлению. Вернулись к представлению. И, по сути дела, здесь должно все в голове стать. Важно, важно, еще раз повторяю, проделать урок, просмотреть, прописать. И прописать таким образом, чтобы, вот как я с вами проговаривал все. То есть, вы обратите внимание, обратите внимание, как я строчку за строчкой вам проговаривал, что именно происходит. А проговаривал я очень подробно. То есть, что касается Related Mname, разобрали. То, что касается форума, то мы с вами тоже пошли вспоминать. Да, то есть, создали пост Get. То есть, мы, я с вами рассматривал, что Get это то, что мы видим в браузере. То есть, вот она строка, она видна. Это Get запрос. И пост запрос. Форма. Ну, например. Вот она, форма. Да, это уже отправлять пост за опросом. Мы разобрали ключи, СРФ, токены и так далее. Но самое главное, что вот с этой строчки, сейчас смотрю, вот люди уже не понимают. Вот написано, все в Жанго и пишут так. Да. А почему так пишут? Так мне это надоело, и я решил пересказать формы по-новому. То есть, и вы себе должны так рассказывать. Обратите внимание, я просто это видео делаю, скорее всего, для участников школы. Поэтому написали. Значит, ИВ, то есть, обрабатываем при помощи пост. Далее, мы с вами разбирали пост Get. Далее, создаем форму для Get запроса. И я вам показывал, да. Ведь нельзя же форму открыть нигде. Чтобы открыть вот эту форму, надо сначала, грубо говоря, открыть страницу. А страница имеет конкретный адрес. И эта страница может открыться в браузере по конкретному адресу. А вот тут мы уже пишем, что Data Request Post. Мы пишем, что создать форму для Get запроса, видимый запрос, но обрабатывать при помощи пост запроса. То есть, сервер высылает ключ, браузер получает ключ. Далее, пользователь заполняет форму, нажимает отправить. Сначала отправляется ключ. Если ключ совпадает, то форма отправляется. И далее мы рассматривали, как проверять. То есть, по сути дела, рассказывал так, чтобы понял, грубо говоря, ребенок, которому меньше 9 лет. Потому что, зачем я это делал, вроде разбирали формы, но вижу недостаточно. Вижу, когда люди пишут что-то, вот, допустим, две строки эти пишут, пишут, вот так написанные пишут. А видно ж, когда человек не понимает. Поэтому решил все эти пробелы убрать. Но, опять же, делаем мы это для чего? Для того, чтобы понимать более сложные вещи дальше. Поэтому я решил взять нечто сначала простое, но более глубоко написать тот же блок. Потому что, и уже даже, если я сейчас перескочу мысль, даже то же понимание Related Name вы уже уловили суть. Понимание, оно будет в курсе. Ну что, выборка то с модели, то есть вывод полей. Как я говорил, это в данном случае комментарии. Но ведь можно вывести здесь, допустим, непроданные квартиры, или там, если это таксопар, там машины, которые на выезде, или машины, которые... То есть все, что угодно. Важно, что данное понимание дает понимание выборки с модели при помощи полей модели. То есть, где мы переменными для выборки ставим именно поля модели. И Related Name наша и служит связующим звеном. В общем, огромная мне к вам просьба смотреть курс, не пропуская, не хлопая ушами, а все прописывая. Сделали, прописали, проговорили себе. Начали по-новому писать, проговариваем себе. Вот как показал точно. То есть, пишем, если будем обрабатывать методом POST, создаем форму для метода GET. Но обрабатываем... О, перескочила. При помощи POST. То есть, проговариваем, пишем, чтобы все было на осознанном уровне. И как я вас учил ранее, все, что не дал, находим в справке Django. Увидели? В голове уже должно всплыть. Сейчас идет работа со справкой, конкретно профессионально. Я вам говорил еще, вот когда начинал этот раздел. Если ранее, когда мы с вами рассматривали, ну, например, мы рассматривали, да, там Django. Мы тут все рассматривали подробно. Здесь мы больше писали код, обращали. В общем, по сути дела, уже средний уровень Django должен быть понятен. То в примерах проекта мы уже работаем над тем, чтобы то, что мы пишем, у нас уже всплывало в голове. О чем это мы? То есть, мы уже должны не только знать, что мы пишем, а если это Related Name, то мы должны уже в голове сразу у нас должно всплыть, а в каком разделе справки это находится. Это должно на автомате быть. Для этого я вас ранее в уроках и обучал. Нашли справки, почитали, осознали. То есть, мы с вами сделали, вы осознали, все понятно. Если что-то подзабыл, уже знаешь, куда залезть. В общем, ребята, все получится. Не переживайте. Спасибо за доверие. Да, обычно говорю. Для тех, кто видео смотрит первый раз, будет по-другому. Вот так сайт выглядит. Вам необходимо получить логин и пароль, использовать пожизненно. Что непонятно, спрашивайте в группе. В общем, все получится. Я вижу уже за это время, что люди пишут на Python, на Django. Кто хочет, того получается. В общем, программировать будете. Это уже опыт. Спасибо за доверие.